Привет, Cover Project! Я Липа Арефьева, основатель дизайн-студии Well Done Interiors. Сегодня я хочу показать вам свой новый проект. Это яркая двухуровневая квартира в центре Москвы. И, наверное, это один из самых смелых интерьеров моих на сегодняшний день. Особенность этого проекта была в том, что с самой первой встречи мне стало понятно, что для заказчиков гораздо более важна выразительность и артистичность интерьера, гораздо больше, чем быт и практичность. Мои заказчики, как ни странно, это не люди искусства. Заказчица очень творчески ярко одевается, я всегда на это обращаю внимание. Но это люди очень хорошо образованные, очень начитанные, они работают в международных компаниях, управленцы. Но их запрос был про смелость, про яркость, про выразительность. Поскольку семья читающая, они сразу предупредили меня о том, что у них большая домашняя библиотека. В таких случаях я прошу измерить длину книжных полок. И мы измеряли полки в погонных метрах. Именно под такое серьезное количество книг мы спроектировали два очень больших книжных стеллажа с очень интересной эффектной подсветкой. Само пространство по-настоящему вдохновляющее. Высота потолка больше пяти метров, огромные окна в пол, виды, открывающиеся на центр Москвы, возможность установки дровяного камина — все это неоспоримые плюсы этого объекта. Это пространство заказчики искали очень долго. И, найдя его, были несказанно рады. Несмотря на то, что архитектура дома, казалось бы, подсказывает нам решение интерьеров в такой более современной стилистике, поскольку дом явно индустриальный, в голове у заказчиков была картинка гораздо более сложная стилистически. Поэтому мы добавили интересные архитектурные элементы стиля барокко, что очень, наверное, было неожиданно, и это привело нас к результату, который можно назвать индустриальным барокко. Но самым необычным для меня был запрос заказчиков на сложность восприятия пространства. Обычно такими категориями мыслят профессиональные архитекторы, а не люди без архитектурного или дизайнерского образования. Из их уст прозвучал термин «пространство как матрешка». Это означало, что пространства должны как бы раскрываться, показывая разные грани одного пространства и разные ощущения и переживания по ходу перемещения по квартире. Мы довольно долго думали над планировкой, и мы решили, что в центре квартиры мы соорудим двухуровневую антресоль, и это решение позволяет нам получать эти очень разные по восприятию помещения. Из грандиозного через небольшое мы перемещаемся опять в большой объем, и это дает тот самый эффект сжатия растяжения, который я очень люблю в интерьере. Общая площадь квартиры до перепланировки составляла 200 квадратных метров. После увеличения ее площади за счет создания антресоли площадь составила 245 квадратных метров. Масштаб квартиры ощущается при входе. Мы попадаем в двухсветное пространство прихожей, которое невелика по площади, но за счет своего густого синего обволакивающего цвета и светильника астролябия, расположенного в центре, создает ощущение такого персонального космоса, который приветствует тебя при входе. Первое, что мы видим, когда входим в квартиру, это шкаф для одежды, который решен совсем не как шкаф, а выглядит скорее как фасад здания с очень интересным фронтоном. Из холла при входе в квартиру мы можем попасть в гостевой санузел, а также можем пройти в гостиную и далее в кухню-столовую. Они разделены двумя раздвижными перегородками и одной стационарной. Она расположилась между двумя колоннами, одна из которых несущая, а вторую я выстроила для симметрии. Между двумя колоннами находится важная ось, на одном конце которой находится камин и два стеллажа по бокам от него, и кофейная группа в кухне-столовой. Основной запрос моих заказчиков относительно кухни звучал так. Кухня не должна выглядеть излишне утилитарно, поэтому я предложила разбить кухню на три блока. Первый блок, самый завуалированный, состоит из встроенного холодильника, кофемашины и микроволновки. Этот блок, в котором я расположила раковину, посудомоечную машину, морозильный шкаф и винный холодильник, очень похож на большой комод и совсем не выглядит как кухонная мебель. Также не выглядит как кухонная мебель этот остров, полностью облицованный мрамором. В нем я расположила варочную поверхность, вытяжку и духовой шкаф. Вся кухня полностью укомплектована бытовой техникой АСКО. Центральный элемент гостины – это камин. По бокам его фланкируют книжные стеллажи с выразительной подсветкой. Сам камин был антикварным, но мы не успели его купить, поэтому мы сделали его копию из мрамора. Мебельная группа в гостиной состоит из большого дивана «Бакстер», пари ярких кресел и кушетка в любимой ткани моей заказчицы. Она двусторонняя и можно расположиться в обе стороны и наблюдать или вид из окна, или коммуницировать с гостями или домочадцами. Через транзитную гардеробную с небольшой высотой мы попадаем в грандиозную мастер-спальню с высоким потолком. Здесь применено интересное планировочное решение. Мы попадаем в ванную комнату через лестницу. На втором этаже расположена полностью зона с раковинами, ванной, зона с унитазом и большая душевая ниша. Это было решение, эксперимент моей заказчицы. Ей хотелось попробовать такую необычную форму жизни. Эта ванная комната одна из самых необычных, которые я когда-либо проектировала. Ванна здесь расположена у окна и позволяет любоваться видами. Эти две зоны гардеробной и ванной комнаты связаны цветом. Кресло здесь обито тканью с ярким синим принтом. И синий цвет возник у нас для отделки столешницы тумбы и душевой кабины. Мы выбрали самый яркий синий из всех возможных. Учитывая грандиозность потолков в мастер-спальне, я создала камерный ольков вокруг кровати, который создает более человеческий масштаб для спящих. Также в углу появилась ширма. Она очень важный элемент. По мере того, как мы перемещаемся из гостиной в спальню, мы видим ее так же, как и кресло, расположенное на ее фоне. И по высоте она связывает две отметки. Уровень первого этажа и уровень ванны, расположенной на антресоле. Через эту дверь из гостиной мы попадаем в приватный блок со спальней дочери моих заказчиков. Также здесь есть постирочная с техникой АСКО. Эта спальня – самое светлое помещение во всей квартире. Для отделки стен я использовала нежно-розовую краску в сочетании с обоями, с очень интересными многоцветными переливами. На контрасте с ними массивное изголовье кровати обтянуто тканью с графическим орнаментом. Ванная комната при этой спальне имеет очень интересную отделку стен. Стены оклеены обоями, в том числе и в душевой. Это позволило создать бесшовное покрытие всех стен. В кабинет мы попадаем по лестнице, скрытой крупным зеркалом. Здесь расположен диван, кресло и рабочий стол, с которого можно любоваться астролябией, расположенной в холле через внутреннее окно. Подробнее планировку можно рассмотреть в телеграм-канале Cover Project. Еще одна архитектурная особенность здания и квартиры состоит в том, что две наружные стены его имеют значительный уклон к центру помещений. Из-за этого мы не смогли расположить на наклонных стенах искусство, которым так мечтали заказчики, но это придало выразительности интерьеру. От архитектора здания нам в интерьер достались очень большие металлические рамы оконные, которые мы не могли игнорировать. И они задавали нам очень индустриальную стилистику. Благодаря ним появилась в Пандан металлическая раздвижная перегородка, которая разделяет кухню и гостиную зону. А сами окна мы обрамили в металлические наличники. Мне очень повезло с тем, что расстояние от верхнего откоса окна до перекрытия было довольно внушительным, что в современной архитектуре большая редкость. И это позволило мне создать глубокие кессоны. Для их создания я вдохновлялась рисунками Франческо Боромини и его римских церквей. И это позволило мне решить сложную задачу от заказчиков. Им хотелось не просто современный интерьер, сложно сочиненный. На первом эскизе эти кессоны были белыми. Но моя заказчица, смелость которой я, вероятно, недооценила, сказала, что ей не хватает цвета. И тогда я поняла, что могу творить, не сдерживая себя. В итоге все потолки у нас выкрашены в насыщенные глубокие цвета, даже в небольших пространствах. Все цвета интерьера в целом очень насыщенные, густые, сложные. И выбирать цвета стен гораздо проще, когда у тебя белый потолок. Но поскольку задача стояла на цвет, в том числе и на потолке, вот этот подбор, он был гораздо более сложный, чем обычно. Мы сделали десятки выкрасов для того, чтобы поймать нужную насыщенность и плотность цветов. Стены потолков. Моя заказчица очень любит зеркала. И мне пришла в голову идея соорудить такое очень крупноформатное зеркало, которое было бы ограждением для лестницы. Ей не нравится, когда лестница является главным героем интерьера. Таким образом, мы получаем эффектный крупномасштабный предмет, и лестница наша вполне дискретна. Лестница в спальне – еще одно торжество эстетики над бытом. Визуально она выглядит немного опасной. Но поскольку в доме не предполагается проживание маленьких детей, мы предпочли сделать ее такой эффектной, избежав чистокола балясин. Для гостиной мне требовался ковер очень большого и нестандартного размера. Я выбрала рисунок с изображением гигантского экспрессивного мазка краски с брызгами. И я обратилась в компанию «Ардвивер». Как я знаю, они могут реализовать любую дизайнерскую задумку. И они соткали прекрасный ковер из шерсти. И очень интересно, его образ раскрывается, когда мы поднимаемся на второй этаж и видим его со второго уровня из кабинета. Для обеих спален я выбрала ковры с рисунком градиента в мастер-спальне. Это растяжка от темного цвета к светлому в центр. Для второй спальни наоборот – цвет, загущающийся к центру. Ковры создавались как настоящие художественные полотна. И мне было очень важно выбрать правильные оттенки, которые рифмовались бы со всем моим интерьером. И у компании «Ардвивер» как раз есть богатейшая палитра, которая позволила создать ковры, будто бы скроенные точно по мерке моего проекта. Дизайн ковра в кабинете напоминает переплетение теней от ветвей деревьев. И для него также выбиралась индивидуальная палитра. Для штор и для обивки предметов я использовала также ткани с художественными эффектами. Это и акварельные растяжки, и граффити, и брызги краски. И я сочетала их на контрасте с очень яркими броскими графическими орнаментами. Для баланса в каждой комнате есть очень крупный белый или почти белый предмет. В гостиной – это диван, в спальне – это кровать в белом букле. Также у нас очень крупные светильники в гостиной, на кухне. Они нужны для ощущения свежести. И в конце появилось долгожданное искусство. Заказчице очень нравится искусство в направлении наив, яркие, открытые цвета. И сначала мне казалось, что это не очень интегрируется в наш интерьер. Но в итоге мы нашли нужные работы правильных художников, и они заняли свое место на стенах. Находясь здесь сейчас, я понимаю, что мои первые эскизы, предложенные заказчиком в самом начале, были лишь бледной копией того, что у нас получилось в итоге. Но это мой очень важный принцип – бережно действовать по отношению к заказчику, потому что я знаю, что иногда они могут захотеть смелых решений неосмотрительно для себя. Мне же очень важно быть уверенной в том, что заказчику будет комфортно находиться в созданном мной интерьере. Мне важно быть уверенной в результате.